МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Моей звезде не суждено Тепла, как нам, простым и смертным Нам сытый дом под лампой светлой А ей лишь горькая беда А ей лишь горькая беда Сгорать, где все бегут пожар Один лишь мальчик скажет жалко Смотрите, падает звезда Моей звезде не суждено Устать или искать покоя Она не знает, что такое Покой, но это Все равно Ей будет сниться по ночам Тот дом, что обойден бедою А наяву ей быть звездою И горький дым, и горький чай Мы продолжаем наше интересное путешествие по Антарктиде И напомню, что нашим гостем является проректор по направлению нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Данис Карлович Нургалеев Данис Карлович, расскажите, что поразило вас больше всего в Антарктиде? Иллюзии какие-то, океаны, бескрайние просторы Да, конечно, все это поразило Даже когда меня так спрашивают, я даже не знаю, что сказать Потому что на самом деле настолько много всего Наверное, небо Оно совершенно особенное Оно знаете, на что похоже, как ни странно Я еще был в Чили Там тоже есть такая пустыня Атакама Там 3,5 тысячи метров Высота тоже побольше Но там тоже довольно холодно Не жарко Это пустыня, но там почти на экваторе находится И там тоже Вот небо там, в Чили, в Атакаме И небо в Антарктиде, они чем-то похожи Облака немножко другие Но вот эта глубина неба Вот этот цвет неба Он совсем другой, чем здесь Вот в Антарктиде видно, что он такой, знаете Не голубой Вот мы видим голубое небо Такое глубокое небо Там нет такого Там оно такое, знаете Жидковатое Легкий голубой такой оттенок Отличается от нашего неба Там видишь большое Магелланово облако Или малое Магелланово облако Такой, знаете, такой туман Такой, знаете, как вот фотографии С Хаббла показывают Вот такие красивые Вот прям вот такая Как будто это с Хаббла Я вижу фотографию Здесь, конечно, в Антарктиде Совсем другое небо К сожалению, нет ночи Если была бы ночь, наверное Это была вообще фантастика Это совсем другой Другие звезды Другой вид на нашу На Вселенную На нашу галактику Вообще другой вид Ну, в Антарктиде не было ночи А тот день был такой, знаете Вот яркое солнце Цвет неба Иногда появляются такие странные формы облака Потому что как только появляется ветер Появляются какие-то облака И ветер Даже в отсутствие облаков Вот вы его слышите Вот гора есть, да И вот вы слышите с горы что-то Бух Такой упало Вот такой, да Примерно через полторы-две минуты К вам приходит этот порыв ветра Вы его сначала слышите Как он выпал из-за гор Такой кусок воздуха выпал Бух Такой, слышали Потом через минуту-полторы Пришел сам ветер, да Ну, это ощущения Совсем другие Другие ощущения И, конечно, вот то, что нет никакой живности То есть нет ни мух Ни комаровцев Ни каких-то мышей Животных Нет, да Ни даже птиц Редко появляются птицы Для вас это странно Что вот в небе кто-то летит, да У нас тут как мухи какие-то летают Птицы какие-то летают все время А там, если вы вдруг увидели какую-то птицу Это чудо какое-то, да Но птицы там бывают Птицы прилетают даже вот Там несколько сотен километров от берега Птицы прилетают И даже пингвины приходят иногда Но приходят они Я не думаю, что на 200-300 километров они ходят Ну, на сотню километров пингвины приходят С берега приходят пингвины Я сначала думал, что они там Помирают, наверное, приходят и умирают Потому что там кушать нечего Обратно, когда может дойти Когда они придут Потом, когда мы этих пингвинов видели и я решил за этим пингвином погнаться, это маленькие пингвины, семейка такая из трех пингвинов была, и вот один из них бежит, я за ним побежал, в своих кошках побежал, и знаете, он лег на снег и начал грести когтями, километров 20 скорость в час развивал, как понес только горы вот эту, и так они быстро двигаются, я тогда понял, ну конечно он за четыре-пять часов добирается до берега, рыбки покушают, обратно приходят на, посмотреть на этих дураков, которые здесь в Антарктиде живут, да, очень смешно это было так, вот видите на них, были птицы такие, значит, поморники такие, я не знаю, как они там называются, вот, ну натуральные поморники, такие птицы, большие, ну в Антарктиде существует правило, вы не должны привозить никаких животных, даже почву не должны привозить никакую, да, оставлять там, и все, значит, ваши биологические отходы, все это надо вывозить, замораживать, вывозить на континент, там утилизировать, то есть вы не имеете права этих вот, значит, животных кормить чем-то хлебом, там, там, какими-то колбасками, там, ни в коем случае не положено, но вот эти животные, они вот, не то, что их кормишь, они воруют там, эти птицы, вот эти живут там около кухни, да, и вот бегают там и все это кушают, да, и там было две птицы, две птицы, которые потом уже, когда мы в аэропорт выехали, я даже с ними подружился, они ко мне приходили, я там, я иду на обед, они ко мне приходят, и говорят, вот товарищ, вынеси там с обеда, ты там, типа, что-нибудь ждут там, такие, знаете, интересные, и то, что вот отсутствие животных, это вот через некоторое время начинаешь ощущать, что чего-то нет, чего-то не хватает здесь, да, вот чего-то нет, это особое такое чувство, удивительное чувство, вообще, конечно, каждая минута пребывания там, каждый час, каждый день, это что-то новое, это другое, это другая планета, это все по-другому, дышать по-другому, потому что вы дышите, у вас вода выходит вот с воздухом, да, вот здесь же влажность большая довольно, а там влажность очень низкая, и вы должны все время пить воду, потому что обезвоживание, горная болезнь, ну, я не буду пугать тогда, но у вас сначала отказывают почки, потом печень отказывает, да, потом вы начинаете привыкать там, потом обратно все возвращается, у вас глаза пухают там, да, то есть все это происходит, потому что это чуждая совершенно обстановка, то есть анталькрида это не место для жизни, на самом деле, и вся вот эта природа показывает, что да, здесь нет жизни, вот на камнях лишайники бывают, вот лишайники там живут, да, а все остальное там княжилец, вот именно там, да. Какие-то микроорганизмы, конечно, микроорганизмы живут везде, даже в космосе живут, да, на космические, на станции с поверхности живут там микробы, которых заселяют, потом они попадают куда-то, другие планеты, заселяют их, может быть, да, здесь тоже, конечно, какие-то микроорганизмы, наверное, есть, да, но очень особенные. Вот постоянный холод, ночевка, как производится в таких условиях, как организуется лагерь, отопление? Отопления, конечно, нет, потому что одно из самых, наверное, опасных происшествий, вот в Антарктиде, это пожар, если у вас что-то случается и загорится, ваша палатка сгорит, да, то вы остаетесь незащищенным от ветра, как бы, ну, нужно быстро собирать вещи и куда-то идти, скажем, поближе к лагерю, там, звонить кому-то, чтобы самолет прилетел, вас забрали, то есть обогревателей у нас, конечно, не было, у нас была газовая плита, на которой мы, значит, производили воду из льда, значит, растворяли в ней специальные таблетки, пили эту воду постоянно, вы должны постоянно пить воду, потому что у вас идет постоянно обезвоженные организмы, воздух сухой, вы дышите, у вас через дыхание, у вас весь, вся жидкость, вода выходит, все время нужно пить, вот, а спальник хороший, ну, вот, первую ночь так получилось, что я замерз, мне оказалось некачественное, вот, матрас, потом уже мы выяснили, оказалось, ну, неправильный матрас, он не грел, я залез, лег, я чувствую, что он начинает замерзать, возникает такой страх сразу, как-то я ребятам говорю, ребята, я замерзаю, они говорят, да не может быть, давай перевернемся на другой бочок, там, туда-сюда, нет, я замерз, я все-таки вышел, одел комбинезон уже и в комбинезоне залез спальник, вот, я же не знал, что у меня матрас такой нехороший, да, и в итоге я все это время жил, вот, спал, значит, в спальнике лежал в своем комбинезоне, в теплом туховом комбинезоне, который, там, до минус пятидесяти, на самом деле температуру держит, вот, и, ну, и, конечно, пища, вот, у нас было много разной пищи такой, сублимированных, значит, мясо там, шашлыки там, не знаю, что, плов там, все что угодно, это компании, которые, значит, нас субсидировали, вот, нас дали рекламу вот эти все, все всякую разную еду, да, но мы обнаружили, что, оказывается, самая хорошая еда – это сало, обычное, самое обыкновенное сало, его кушаешь и, буквально, в течение, там, 20-30 минут ты получаешь энергию, чувствуешь, вот, прилив сил, прилив тепла, значит, кровь начинает ходить, бурлить, да, вот, такая интересная штука для себя обнаружила, я вообще люблю сало, конечно, да, ну, а вот, что оно таким действием обладает, вот, впервые убедился в Антарктиде. В суровых условиях человеку передвигаться помогают животные, допустим, те же собаки, вот, Амундсон и Скотт передвигались до Сервнополиса на собаках, были ли у вас с собой верные друзья, которые помогали вам выживать? Нет, конечно, вот, вообще запрещено завозить любых животных в Антарктиду, то есть, чтобы не изменить, там, вот, вот этот, вот, биологическое равновесие, которое там существует, да, его нельзя менять, ни почва, ни растения какие-то, да, то есть, нельзя там не сажать ничего, ни собаки, естественно, да, и даже, говорю, вот, все отходы жизнедеятельности человека, все должны вывозиться, нельзя там захоранивать, ничего, ни в коем случае нельзя, но собаки в Антарктиде были, это было давно, когда, в начале века, когда Амундсон и Скотт практически одновременно двинулись, значит, к Южному полюсу, Скотт, значит, англичанин, он взял, значит, трактора, взял пони, значит, ну, трактора на первых же милях они сломались, если замерзли там все это, пони не могли передвигаться по одникам, а Амундсон, он использовал собак, и на собаках он практически на месяц обогнал вот Скотта, когда Скотт пришел на Южный полюс, там стоял, значит, норвежский флаг, значит, записка, что вот, мы здесь уже были, вот, и он на месяц практически опоздал, и потом, когда, значит, Амундсон быстро вернулся на по собаках обратно и уплыл, Скотт возвращался, он буквально 11 миль не дошел до базового лагеря, они замерзли, у них был там дом, значит, несколько человек, и они замерзли, вот, буквально не дошли, то есть Амундсон правильно выбрал собак, Скотт не совсем правильно выбрал пони, животных, и в итоге они пошли пешком, Скотт шел пешком к Южному полюсу, это фантастика, это просто, знаете, это не люди, а чудо какое-то, вот, просто, что они дошли и почти вернулись обратно, фантастика. Очень интересные истории вы рассказали, Данис Карлович, результатами экспедиции сами вы остались довольны, как у вас прошло завершение пути и что в итоге было достигнуто? Ну, конечно, результатами этой экспедиции я не совсем доволен, как бы, да, наверное, это нормальное отношение к экспедиции, дело в том, что вот так получилось, что цепочка вот таких событий привела к тому, что мы не смогли весь план выполнить, начался шторм, дважды был шторм, в итоге нам объявили, что вот в течение трех-четырех часов собирайтесь, быстренько мы вас вывозим на самолет, потому что надвигается метель и шторм уже со снегом, а это очень опасно, потому что ветер очень мощный, и вот если, например, вы без кошек выйдете на ледник, да, то и ветер подует, то вас может унести прямо до океана просто, вы даже не сможете остановиться, потому что это лед сплошной, да, скорость ветра огромная, и, в принципе, таких случаев много, когда люди так погибали, поэтому нужно было собраться и как бы уйти, но даже не в этом дело, мы что-то успели сделать, когда мы высаживали самолеты, когда мы на маленьком самолете нас и снова, значит, мы полетели вот на место высадки, летчики не смогли посадить нас в том месте, где мы хотели, потому что мы видели, что там трещины, и самолет, даже самолет не мог туда сесть, он побоялся, и он нас, значит, в другом месте высадил, и в итоге мы вот в то место, которые хотели попасть первоначально, попасть не смогли, это было, конечно, важно для нас, потому что нам перебираться из того места в другое место, это довольно далеко, это было сложно, поэтому мы работали уже там, куда нас высадили, в принципе, вот, и потом, что еще такого, вот, ну, короткое время было, место немножко не то было, но, тем не менее, мы много чего привезли, я привез образцы, метеорит, потом, значит, пробы льда, воды, потом мы посетили озера, когда уже были, значит, на станции Новолазеровской, да, пробы воды, пробы осадков, все это у меня было, то есть мы все это изучили, исследовали, ну, конечно, всегда человек никогда не доволен, да, тем, что есть, особенно ученый, он всегда хочет что-то большее, и, конечно, то, что мы не выполнили какие-то свои планы, это все время у меня вот в душе, и мне, конечно, хочется вернуться сюда, и все это доделать, может быть, когда-нибудь мне удастся это сделать, надеюсь. Возможность посетить Антарктиду есть не у каждого человека, как вы сказали, нужна серьезная подготовка, нужны определенные выливы и качества, вот сегодня обучающиеся студенты-геологи в какие экспедиции чаще всего отправляются, какие есть у них возможности? Возможностей, конечно, очень много, вот я думаю, сегодня, сегодняшние студенты, они могут поехать куда угодно, было бы желание. Я скажу немножко про Антарктиду, почему, потому что Антарктида — это особенное место на Земле, это вот некая такая модель, территория, где нет границ государственных, где многие государства живут вот в дружбе и вот занимаются исследованиями, это вот некая такая модель будущего планеты Земля. Я бы мечтал так, чтобы вот в конце концов на Земле наступило такое время, когда люди стали бы жить так, как они сегодня исследуют Антарктиду — все вместе, без границ, в сотрудничестве. Например, вот в Антарктиде самая мощная метеорологическая система, они могут предсказать за несколько дней, что вот через 28 часов здесь начнется буран, потому что там сотни метеостанций, они связаны в одну сеть, там нет ни русских, ни французов, немцев, американцев, там все исследуют Антарктиды. И вот то, что они метеорологи делают, да, это можно делать в любой области, это некая такой прообраз будущего планеты Земля, мне кажется. И, конечно, Россия, кстати, в стратегии научно-технологического развития России Антарктида вписана. Это территория, которой мы должны заниматься. Это утверждено, вот это закон такой, знаете, вот стратегия, закон, по сути дела. И исследование Антарктида должно продолжаться. И в этом смысле мы тоже что-то делаем в этом плане. Мы вот, значит, сегодня общаемся вот с Академией наук, с Арктическим Антарктидским институтом, да, с другими организациями, которые имеют возможность, скажем, влиять, повлиять вот на это исследование Антарктиды, на выделение средств на это дело, вот. И я думаю, нужно будет создать такую вот экспедицию. Хотя сегодня в Антарктиде работает несколько российских станций, которые ночевками, стационарные станции. И сегодня одна из наших станций, станции «Восток», это лучшая станция в Антарктиде сегодня. Да, хотя американская станция «Амундсен-Скот» стоит на самом Южном полюсе, она суперсовременная. А вот наша станция «Восток» сегодня, я думаю, что она даже лучше, чем оснащена, лучше, чем вот эта американская станция. Это пример для всех, да. Вот. Я думаю, со временем все станции будут только оснащены. И в Антарктиду можно будет попасть, если у вас есть хороший проект, интересный, который вы предложили, скажем, вот этой комиссии, которая осматривает вот эти вот экспедиции. И вам могут выделить финансирование, время, и вы можете поехать заняться своими исследованиями. Это вполне возможно. И это было бы здорово. И вот мы сейчас стараемся сделать так, чтобы экспедициями за метеоритами сегодня японцы, китайцы, американцы, голландцы, французы вывозят сотнями килограмм метеорита из Антарктиды. Потому что это такое злачное место, вот я скажу, да, для метеоритов. И Россия тоже этим не должна заниматься. К сожалению, в России пока этого нет. Но вот мы этого добиваемся. И когда это будет работать, то я думаю, что любой человек, который очень хочет, действительно реально хочет и готов к этому, сможет поехать в Антарктиду, ученый, и провести свои исследования. Порой нам кажется, что наши мечты несбыточны и недосягаемы. Но на примере таких людей, как Данис Карлович, мы видим, как их можно реализовать. И в заключение хотелось бы спеть вам песню группы «Снилось мне». Снилось мне, неожиданно выпал снег, в мире разродилась тишина и свет. Свет и тишина, покой и белый снег. Жаль, что это только снилось мне. Снилось мне по притихшему городу. Проплывает медленное облако, облако покоя в светлом городе. Жаль, что это только снилось мне. Снилось мне, что впервые за много лет. Снилось мне, что впервые за много лет. Счастье почему-то улыбнулось мне. Призрачное счастье в суматохе лет. Жаль, что это только снилось мне. Снилось мне, что печали кончаются. Люди одинокие встречаются. Встретятся, молчат и улыбаются. Жаль, что это только снилось мне. Данис Карлович, давайте дадим нашим зрителям пожелания и напутцы тем, кто занимается наукой сегодня. Вы знаете, наука – это путешествие. Жизнь тоже путешествует. Наука – это захватывающее путешествие по жизни. Человек, который занимается наукой, естественно-испытатель, у него совсем другой взгляд. Он смотрит на вещи, его что-то все поражает. Он всему удивляется, восхищается. Я желаю не прекращать восхищаться, удивляться этому миру. В этом мире столько интересных вещей. Просто посмотрите вокруг и вдумайтесь. Это колоссально. Это колоссально интересно. Удивляйтесь, восхищайтесь, живите вкусно и красиво. И чтобы ваши сны превращались в реальность. Спасибо большое. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok